Всем привет! Сегодня очень полезная информация, как можно ускорить ваш телефон, ваш смартфон без рут-прав и без дополнительных программ. То есть, все будем делать через стандартные настройки. Зачем нужно это ускорение? Ну, возможно, ваш телефон работает меньше, чем на половину мощности и вроде бы характеристики хорошие, но вы запускаете какие-то приложения, это все приторможено, как-то медленно запускается. А если вы играете в игры, то, соответственно, игры вообще сильно тормозят и играть просто невозможно. Потому я сейчас покажу несколько настроек, которые нужно перепроверить у себя и, в принципе, их отключать не нужно, чтобы телефон работал нормально и выдавал хотя бы показатели выше среднего. Заходим в наши стандартные настройки, вот здесь ищите пункт, который называется «О телефоне» либо «Сведения о телефоне». Ищите версию прошивки и нажимаете по ней где-то 5-10 раз. Вам напишет, что поздравляем, вы уже стали разработчиком. Возвращаемся. Заходим снова в настройки. Ищем. Расширенные настройки. И вот здесь, в самом низу, у вас появится функция «Строка для разработчиков». Дальше. Листаем. Первое. Проверяем уровень журнала. Должно стоять варн. Никакой другой. Дальше. Находим трассировку системы. Заходим в нее. Вот здесь, если у вас записывать действия на телефоне включено, отключайте. Если записывать действия приложений, доступных для отладки, тоже отключайте. Очень важный момент. Проверяем категории. Заходим в пункт «Категории». У вас здесь может быть включено много чего. Но важно, чтобы стояла включена одна галочка. Называется «Power Power Management». Активируем ее. Нажимаем «Ок». Дальше. В этих же настройках есть размер буфера для каждого процессора. Если у вас стоит минимальный, а у вас, скорее всего, он стоит 8000, то ставьте максимальный, который только есть. Возвращаемся немножко назад. Листаем еще. И находим буфи журнала. Выставляем максимальный, который есть. По умолчанию может стоять либо 256, либо 64 кбит. Дальше. Листаем еще ниже. И если у вас реально слабый телефон, либо бюджетного класса, то можете понизить анимацию окон. Смотрите, у меня сейчас стоит 0,5. Но по умолчанию во мной их стоит либо полтора, либо единица. Ставьте анимацию 0,5, либо вообще выключайте без анимации. Так нужно проделать с анимацией окон, с анимацией переходов и длительностью анимации. Это поможет тратить меньше ресурсов для отображения каких-то эффектов на вашем телефоне. И при этом, конечно же, быстродействие вырастет в несколько раз. Подписывайся на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.